Тяжело бывает с эмоциональными людьми, которые так бурно на все реагируют. И ты уже сидишь такой, думаешь, господи, бурно, и так все шиворот на выворот. А еще вот это буря эмоций, переживания, заламывание рук. Ты думаешь, господи, боже мой, и вообще, и да. И возникает из-за этого такое негативное предубеждение. Но действительно есть люди с более подвижной психикой, с большим там, ну, привыкли они так функционировать, так их воспитали, так сложилось и так далее. И самое главное, что они это больше страдают. С одной стороны, конечно, то, что они могут выразить эмоции свои, это и неплохо для их сердечно-сосудистой системы. Но с точки зрения их переживания, ну, они реально страдают в момент, когда на них нападает эта эмоциональная конвульсия, понимаете. И если вы в этот момент находите в себе мудрость как-то их при, ну, просто дать им тепла какого-то, как-то их там, ну, эмоционально обнять, вот, то с одной стороны вы сами становитесь сильнее, потому что когда вы кого-то защищаете, вы субъективно становитесь, у вас внутреннее ощущение силы возникает. А с другой стороны и человек, ну, как правило, девушка, значит, если мужчина способен ее, так сказать, обнять, укрыть своим плащом, так сказать, вот, то и она чувствует себя защищенной, и ей незачем больше трепетать там, так сказать, на ветру своих эмоциональных состояний. Поэтому просто чуткость, умение ценить чуткость и умение проявлять чуткость, то, чего нам не хватает, ну, то, что мы легко можем в себе развить, если мы хотим, чтобы наши отношения действительно были глубокими, настоящими и долгими. Спасибо.